Привет, просветители! На прошлой неделе мы узнали, спасибо главе Рособорнадзора, что мобилизация никак не касается школьников, да и учебному процессу, естественно, не повредит. Поняли? Приняли. Но, к сожалению, не все обладают нашей... осознанностью. Я прям чувствую, как в ресурс вхожу. Смотришь на цены квартиры в Бишкеке и такой... сюда только с ресурсом. Конечно же, нашлись предатели, иноагенты, бузатеры, пятая колонна и прочие... редиски. Решившие поспорить с умным человеком и втянуть школу в современную повестку. Повестка. Смешно. А все мы знаем, что школа и политика несовместимы. Но для этих любителей раскачать лодку... Закон не писан. Поэтому сегодня мы попытаемся с вами разобраться, что же эта шушера на прошлой неделе напридумывала. Буквально на следующий день после объявления мобилизации появилась информация. Само собой фейковая, что в некоторых регионах России почетную обязанность постучать в дверь и вручить повестку возложили на педагогов. Почему? Потому что учитель это призвание. Все здравомыслящие люди, конечно же, на эту фейковую информацию не повелись. Про призвание, очевидно. Но потом появился вот этот ролик. А как вот так вот вы забираете людей, которые даже... А это не мы забираем учителя. Мы не забираем. К нам повестки дали. К нам дали повестки при показном порядке. Вы приходите в один часов вечера, вы даете повестки, люди на работе. Нам в 9 часов, нам сказали идти на работу, всех собрали. Но видео не видео. Вы же, конечно, знаете, как сейчас работает западная пропаганда. Вообще, мне кажется, что в ролике типичная Америка. Там даже акцент американский слышен. Разные сомнительные телеграм-каналы тут же принялись публиковать переписку из школьных рабочих чатов. Коллеги, добрый день. В настоящее время разворачиваем в школе пункт оповещения. Приходит весь личный состав школы для оповещения населения. Разносим повестки по адресам. Работать будем всю ночь. Коллеги, все приходим в школу, кроме мамочек с маленькими детьми. Я докладываю каждый час. Дисциплина как военное время. Что я по этому поводу думаю? Откровенное вранье. Но вот что делать с официальным заявлением объясним.рф? Я пока, честно говоря, не придумал. Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо. Говорится в ответе на вопрос, приемлемо ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток. Окей, теперь мы знаем. Учитель, приносящий тебе повестку, это нормально. И я всегда так считал, прошу отметить. Не, а чему вы удивляетесь? Государство и раньше воспринимало школу как отличное место для сбора любой информации. От количества семей мигрантов и содержимого холодильника до наличия у отца загранпаспорта. Если бы вы только видели, какие таблицы заполняют педагоги. Привлекать учителей для общественно полезного труда, на мой взгляд, прекрасная идея. Почему? Школа есть практически в любом населенном пункте. Учителя уже давно привыкли заполнять тонну макулатуры и безропотно подчиняться начальству. Вчера в 11 часов вечера от тебя требовали список семей, использующих госуслуги. А сегодня разносить повестки. Обычный день преподавателя. А самое главное, это бесплатная рабочая сила. Мониторить в соцсети учеников и докладывать о нарушителях? Бесплатно. Обязательный поквартирный обход? Бесплатно. Дежурить у пешеходного перехода? Бесплатно. Отмыть автобусную остановку у школы? Бесплатно. Вкинуть парочку бюллетеней на выборах? Бесценно. Сказал бы очередной предатель родины, но мы знаем, что это все западные происки. 145% и точка. И здесь возникает вопрос, а почему учителя на все это соглашаются? Ну и вот вам ответ. Главное качество успешного современного российского учителя это послушание. Я уже миллион раз рассказывал, что администрации и всевозможным департаментам даром не нужны яркие инициативные педагоги. Какая яркость, не время для улыбок. Нужна единица, вовремя заполняющая отчеты и не создающая проблем вышестоящим инстанциям. В общем, не я. Хотя отчеты я хорошо заполнял. Просто представьте, ты директор. На тебя свалили толпу бумаженций, которую, естественно, нужно было заполнить еще вчера. И у тебя есть Глюк Андреевна, клещами вцепившаяся в свое место и молча соглашающаяся на все. И Шизоид Парфентич, размахивающий своим трудовым договором и заявляющим, это не входит в мои должностные обязанности. А еще я пропагандой на уроках не хочу заниматься. Внимание, вопрос. Кому вы устроите сладкую жизнь? Правильно, всем своим сотрудникам. Потому что вы профессионал. Конец. Еще в прошлом ролике я по заказу своих заокеанских хозяев. Джо, я хорошо в кадре смотрюсь? Отметил, что в российских школах, где и до этого мужчин было не то чтобы очень много. Это новояз для малых. Теперь их станет еще не то чтобы больше. То есть меньше. И как ни странно, с этим даже в Госдуме согласились. Кстати, как вы думаете, кто заговорил об отсрочках для учителей? Министр просвещения? Я вас умоляю, в его же мире проблем с педагогами нет. Кравцов молчит как партизан. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации учителями начальной и средней школы. Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса. Поэтому полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить с педагогами начального и среднего образования. Тот факт, что российской школой женское лицо отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях, также добавила Лантратова. Дело не в том, что кадровые дыры банально некем будет заполнять. Не, просто женское лицо современной школы плохо на психологическом здоровье мальчиков сказывается. Предложение Лантратовой тут же прокомментировал другой депутат, генерал Виктор Соболев. Что касается физруков и так далее, они, как правило, все военные. Если мы их всех освободим, наверное, будет не очень здорово. Они, как правило, офицеры, закончили вузы и востребованы сейчас. Особенно специальности танкиста, артиллериста, мотострелки, связисты, десантники. То есть, кроме физруков и так далее, чтобы не имелось в виду, трудовик, наверное. Других преподавателей, мужчин в школах нет. Радует, что наши депутаты так хорошо осведомлены о состоянии российского образования. Педагоги у нас, как правило, оказывается офицеры. Чего только о себе не узнаешь. Давайте освободим сейчас малый и средний бизнес от мобилизации. Физруков освободим, еще кого-то. А где же мы 300 тысяч возьмем? Я думаю, в семье бизнесмена, который пойдет, есть те, кто его заменят. Супруга, родители, а может и старшие дети. Это никак не повлияет на выпуск хлеба и всего остального, сказал Соболев. И никак не повлияет на учебный процесс. Где-то это мы уже слышали. Действительно, ну, заберут единственного преподавателя физики. Ну и что? Наверняка его жена или старший ребенок вполне сможет заменить отца в кабинете. Удивительная сфера. То вообще ничего не влияет, а то буквально от одной рэп-композиции ученики тут же портятся. Как фрукты на подоконнике. С другой стороны, хочу отметить, что разговоры о важном может провести любой человек с улицы. Все сценарии государство уже подготовило. Просто по листочку читай. А физика, математика, литература, их можно и на удаленке изучать. Добавил 150 человек в Zoom и все довольны. На основании указа президента Российской Федерации на базе 11 школ развернуты участки оповещения. Говорится в официальном комментарии администрации Улан-Удэ. В связи с этим администрации школ скорректировали расписание учебных занятий. В соответствии с графиком работы участков оповещения. Для выполнения учебного плана будут выбраны иные формы освоения программы. Дистанционные, очно-заочные и другие. Уточнили в мэрии. При необходимости руководители принимают решение о полной либо частичной отмене занятий. Вот видите, в некоторых регионах уже на очно-заочную форму перешли, а вы переживаете. На учебном процессе не скажется. Если бы и была какая-то угроза, министр просвещения бы точно не молчал. Пока некоторые депутаты пытаются узнать, существуют ли в школах мужчины, Хабаровск пошел дальше всех. В Хабаровске от руководства школ потребовали составить списки учителей для их мобилизации. Об этом сообщил депутат Хабаровского района Василий Харитонов. Директоров всех школ города Хабаровска и их замов собрали в воскресенье. И объявили, что они сами должны подать список военнообязанных мужчин, с которыми администрация школ готова расстаться и отдать на фронт. А Оленька нас уже предупреждала, что с администрацией школ нужно иметь хорошие отношения. Подставляй свои булочки! На каждую администрацию школы возложили ответственность за жизнь и судьбу людей. Директора школ не имеют права подать нулевые списки. Это влечет расторжение с ними трудовых договоров. Люди решают морально-этическую дилемму, находясь в зависимом положении. Какая дилемма? Я сейчас на примере пачки чипсов все объясню. Смотрите, 1% что могу сказать в конце? Фейки, либерда, пятая колонна, не все так однозначно. По-моему, я с этого и начал. А самое главное, если и вы позволили западным организаторам паники добраться и до вас, то будет учить моего ребенка. Не волнуйтесь, в школы уже предложили вернуть начальную военную подготовку. На это кадров точно хватит. Глава комитета по вопросам семьи и женщин и детей Госдумы Нина Астанина предложила вести курсы начальной военной подготовки в школе. По мнению депутата, современному поколению детей будет не до сексуального просвещения и придется жить в чрезвычайных условиях. Наши дети всегда должны быть готовы. Им придется жить в чрезвычайных условиях, возможно, даже военных. Посмотрите, как беззащитные дети, которые привыкли к мирной жизни, идет по улице, подобрал лепесток, который взорвался, и нет ребенка, оторвало руку. Не секс-просвет в школах внедрять, а к этому готовить надо, пояснила Астанина. В Телеграме мы уже обсуждали с подписчиками это замечательное высказывание. Если до осени 22-го разговором об эпидемии ВИЧ, ЗППП и подростковых беременностях мешали родитель номер один и номер два, пропаганда и прочая мерзость, то теперь чрезвычайные условия и военное время. Можно было бы, конечно, на разговорах о важном, о чем-то актуальном поговорить. Но, во-первых, зачем? А во-вторых, гораздо же удобнее еще один предмет в расписание добавить. Ну и на всякий случай хочу напомнить, на пути демографии стоят не чрезвычайные условия и военное время. Не-не-не-не-не. Злые чайлдфришники. Вот она, главная проблема. Смотрите, не перепутайте. И не поддавайтесь западной пропаганде. Друзья, если вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте лайк этому видео. Так оно найдет новых зрителей. Кроме того, я приглашаю всех в свой Телеграм-канал. Там интересно. И все новости об образовании появляются гораздо быстрее. Ну а я с вами увижусь теперь в следующий понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и держитесь.